Всем привет! Меня зовут Наташа Мартынова и мы с вами не просто в детской комнате, а в реальном диком западе. Это комната в стилистике индейцев. Комната сделана для двоих детей, Василисы и Феди. И хочу вам рассказать, что у нас здесь есть. Первое, что вы видите, это конструкция кроватей, двухъярусная кровать. Дети спят на втором этаже и, что самое важное, спят они там вдвоем. У Василисы есть своя кроватка, у Феди есть своя кровать. Эти кровати установлены на специальных металлоконструкциях. Эти металлоконструкции закреплены к стене, обшиты деревом, и все это очень прочно и надежно. Родители попросили специально выделить площадку для горшка. Здесь стоит горшок, но после того, как дети переселились сюда жить, горшок не понадобился, они сразу научились ходить в туалет. Все очень мягко, удобно. У Феди есть свое место для хранения за подушкой, а у Василисы даже есть пространство для игры. Свой маленький домик на дереве. У Василисы здесь есть полочки с книжками, с игрушками. Здесь еще хранятся разные вязкие игрушки, которые очень любит Василиса. И можно здесь играть вполне. Влезает даже взрослый с ребенком, но и двое детей влезают отлично. При этом все очень безопасно, никто не выпадет, никто не упадет. И ночнички у каждого есть по бокам, и в центре тоже подсвечивает дорожку, лестницу, чтобы спускаться. Спускаемся вниз и сразу смотрим на ступеньки, которые не просто ступеньки, а это еще и пространство для хранения. Ящики у нас выдвигаются, можно хранить разные конструкторы, книжки, игрушки, и этим дети постоянно пользуются. Ручки специальные я предусмотрела в форме стрелы, что тоже подчеркивает тему индейцев. У каждого ребенка свое место для хранения одежды. Есть еще выдвижные ящики, тоже удобно ручкой маленькой схватиться, открыть. Есть еще разные наклеечки, секретики, тоже удобно. И у Феди тоже такой же шкаф. И переходим в зону для чтения сказок. Это специальная волшебная зона. Мы использовали настоящий восточный кроковер из натуральной шерсти. Он очень хорошо создает уют. Здесь очень приятно находиться. Подушки из магазина Reloft. Частично заказан текстиль на сайте Ля Редут. Икея. Цветильник тоже с гирляндой у нас из Икеи. И все это достаточно недорого стоит. Можно с помощью гирлянды навести очень быстро уют в детской и, в общем-то, не уходить. И на самом деле взрослые проводят здесь так же много времени, сколько и проводят дети. Всем очень нравится. Детская получилась замечательная. Не ожидала, что получится все так красиво, просторно. Реальное ощущение, что много-много воздуха. Получается, как бы вся большая комната, она так и осталась в большой комнате. Просто в ней откуда-то появились кровати, шкафы, места, где детям можно заниматься, играть, рисовать и кучу-кучу всякого места. Дети обожают здесь прыгать, жить тоже. Дети очень любят залезать наверх. Дети очень любят свои кроватки. Играть. Да, и играть. Василиска, что тебе нравится больше всего? Кроватная лестница. А мне играть. И взрослому, и ребенку здесь комфортно находиться. Почему? Потому что огромным плюсом этой комнаты у нас стала высота потолков. Здесь у нас 3 метра. И вообще изначально в этой комнате ничего не менялось. Когда я сюда пришла, здесь были пробковые полы. Именно такая краска была на стенах. И больше ничего не было. И под вот эти полы родилась идея создать детскую для двоих разнополых детей мальчика-девочка. И объединить всю эту тему индейцев. И плюс натуральные материалы. Очень понравилось родителям. И мы эту идею реализовали. И мы переходим в зону учебы. В той стороне у нас зона релакса, отдыха, сказки. И также у нас еще есть зона телевизора. Вот эта ниша специально в стеллаже у нас запланирована под ТВ. Но ТВ пока не используется. Может быть и не будет использоваться. А эта часть комнаты у нас учебная. Почему именно эта часть? Потому что свет из окна попадает сюда лучше всего. Поэтому два стола, маленькие парты и плюс стеллаж именно для книг. То есть если в той части можно хранить игрушки, то здесь больше книжки, разные кисточки, краски и все, что нужно для учебы. Стол на самом деле многофункциональный. Во-первых, это столик для рисования, работы, чтения. Стульчик специально подобран под стол. Есть несколько цветовых решений. У нас по концепту подходит желтый и зеленый цвет. Но что здесь еще есть? Во-первых, здесь очень классные маленькие отделения, чтобы положить карандашики или какую-то мелочь. Хорошо, что пока не сотовые телефоны. Но стол открывается. Та-дам! Здесь можно что-то хранить. Книжки, карандаши, все, что ребенку хочется быстренько убрать со стола. Но еще этот стол может работать и как мольберт. И это очень удобно, особенно детям, которые любят рисовать. И высоту мольберта можно регулировать, как кому удобно. И это, конечно, для детей, которые учатся писать и рисовать такой наклон. Очень полезно и удобно. Стульчики детские, взрослые сюда не влезают. Все пробовали, но не получается. Я даже пробовать не буду. Не помещаемся. Для того, чтобы дети лучше понимали географию, а география – это очень важно, на этой стене деревянная карта. Она очень тактильная. Можно пощупать каждую страну, ощутить объемы, провести пальчиком. И детям, конечно, очень нравится все это трогать. И плюс можно поставить маячки в странах, в которых дети побывали или побывали их родители. Ну и у нас стеллажи, встроенные в ступеньки. То есть нижняя часть – это выдвижные ящики, а верхняя часть – это открытые полки, где можно хорошо и удобно хранить коробки, лего, пазлы, что-то такое объемное. Три функции у лестницы, и все это объединено в одну лестницу. В Соединенные Штаты Америки там у нас находятся индейцы. И для декора этой комнаты я повесила символы, на которых общались индейцы и передавали свои знания и письмена. Дети постоянно висят на этой лестнице, на шведской стенке. И у родителей было пожелание, чтобы шведская стенка была. Даже не рассказывали, что они берут подушки вот эти квадратные, кладут сверху, и это их стол. И они тут тусуются, играют и не спускаются вниз. И у нас специально сделана доска, на которой можно рисовать мелками. Вот уже нам оставили послание Василисы с Федей. И цвет меловой доски специально подобран под общую цветовую гамму комнаты. Обои наверху. Хотелось очень современной геометрии, не хотелось чего-то такого конкретного, поэтому такими метафорами передаем индейскую тему. Это фреска специальная, которая по стеллажу у нас сверху идет. Зеркало за дверью тоже очень удобно детям близко от шкафа подойти, одеться, посмотреть зеркало на себя. А в обычной жизни дверь открыта, и можно за дверью посмотреться. И на двери у нас висит ловец снов, когда дверь закрыта. Дети спят, и никакие плохие сны им не снятся, потому что их оберегает ловец снов. Площадь комнаты около 20 метров. И удалось расположить спальные места так, чтобы мы не потеряли пространство под кроватями. С одной стороны, получилась функциональная зона для отдыха, с другой стороны, получилась зона учебная. И при этом дети одновременно могут находиться кто на кровати, кто за столиком, и никто никому не мешает. Дизайн комнаты такой, что она будет расти вместе с детьми. У нас нету цветочков, нету ярких тонов, натуральные материалы. И в этой комнате нравится находиться как детям, так и их родителям. Подписывайтесь на наш канал. С вами была Наташа Мартынова.